Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро – два самых известных сыщика не только британской, но и мировой литературы. Первый обязан своей популярностью детективному методу и железной логике, второй – большим усам и серым клеточкам мозга. Наблюдать за их приключениями – одно удовольствие. Но что, если я вам скажу, что есть еще один не менее британский и не менее интересный персонаж современного детектива? Здравствуйте, меня зовут Константин Мешков, и сегодня я расскажу о картине Райана Джонсона «Достать ножи. Стеклянная луковица». Премьера в мире состоялась в сентябре 2022, а спустя три месяца вышла и в цифровой релиз. Сюжет отправляет нас прямиком в 2020 год, где в мире бушует эпидемия COVID-19, и все жители планеты заперты в пределах своих частных владений на неопределенный срок. В группе знакомых приходят ящики-головоломки с приглашениями от их общего друга, технологического миллиардера Майлза Брона, посетить особняк на частном греческом острове и принять участие в игре с загадкой «Убийство хозяина вечеринки». Аналогичную посылку получает и мающийся от безделия частный детектив Бенуа Блан. По закону жанра, то, что началось как забава, в детективном фильме перерастает в настоящее убийство и расследование, в ходе которого быстро становится ясно, что у каждого из гостей есть свои мотивы покушения на хозяина острова, так как все они от него зависят в той или иной степени. Кстати, завязка «Заклятые друзья закадычные враги» будет очень знакома всем любителям романов Агата Кристи. Удел любого сиквела – постоянное сравнение с оригиналом. И да, этот фильм является продолжением оригинальной картины 2019 года. Но стеклянной луковицы хватает и персонального, и формального мастерства. Актерской игре и костюмам не уступают роскошной декорации и отличный монтаж. Можно сказать, что данная картина – это сатира на общество потребления. Сюжетный твист в сиквеле не вызывает вау-эффекта, скорее наоборот. Но это работает на восприятие. История вызывает эмоции своей нереалистичностью и нелепостью. Стеклянная луковица концептуально и стилистически противоречит первому фильму. Картина ломает ожидания, ломает логику, ломает детектив. Актерский состав собрался однозначно достойный. Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Дэйв Батишта, Кэтрин Ханн и многие другие. Самыми яркими и интересными персонажами получились герои Крейга и Нортона. Они сыграли настолько хорошо, насколько можно было сыграть те роли, которые под них написали сценаристы. И довольно длинный хронометраж пролетает достаточно легко. Да, стеклянная луковица звезд с неба не хватает. Но его стоит посмотреть и получить удовольствие от просмотра. У режиссера получилось снова снять интересный и причудливый симбиоз детективного триллера с черной комедией. Атмосферы некой эксцентрики и тайны одновременно. Увлекательной историей, отличными актерскими работами и очень стильной картинкой. Продолжение следует...